В одной части комнаты изучают технику изготовления медицинского белья для раненых. Рядом краят под сумки, чуть дальше нарезают для них стропы. Со стороны может показаться, что мастерицы занимаются этим давно. Их движения чёткие и слаженные. Но такая работа для них в новинку. Эти неравнодушные сыровчанки откликнулись на призыв о помощи волонтёрского центра «Радость моя», который открыл на своей базе швейную мастерскую для помощи мобилизованным и добровольцам. На удивление, очень быстро и очень много горожан откликнулись сразу. Как только мы дали информацию о том, что планируем здесь открыть волонтёрский центр и сбор помощи нашим военным, находящимся в зоне СВО, стали звонить, приходить, спрашивать, когда, что нужно. У людей большое сердце, и очень многие желают как-то свою лепту какую-то вложить в это дело. Мастер-класс по шитью медицинского белья планируют записать на видео и выложить в общий чат волонтёров, чтобы те, у кого нет возможности посещать мастерскую, могли работать дома. Также на базе центра собирают тёплые вещи – жилеты, свитера, балаклавы, перчатки, носки, толстовки. Помощь приходит не только из Сарова, но и с окрестных деревень. Например, большая партия вещей пришла из села Бахтызина Вознесенского района. И меня удивили, что они так быстро, целую машину меня собрали буквально за один день. Я им хочу передать огромную благодарность. То есть здесь тёплые вещи, химия для ребят, сигареты, которые, конечно, как мужчины, тоже нужны. То есть тоже не с кем. Толчком к созданию швейной мастерской в нашем городе стало общественное движение «Золотые руки ангела», которые занимаются изготовлением тактических носилок для фронта более чем в 85 городах России. Такой центр есть и в Дивееве. Именно дивеевские мастерицы поделились своим опытом с саровскими добровольцами. С каждым днём круг саровских волонтёров всё шире. Сейчас к этому доброму делу решил присоединиться и технопарк. Сейчас поговорили с руководством данного центра. Постараемся купить им необходимые материалы, чтобы женщины могли обшивать наших воинов и для госпиталей. И те, кто у нас на переднем крае находится, приезжали из дивизии, показали ему, что можем какую-то мебель передать для организации здесь учебного процесса. В общем, подключаемся. Предлагаю всем подключиться к этому благому делу. Встречи со старшими в мастерской будут регулярными не менее двух раз в неделю. В остальное время волонтёры будут работать самостоятельно как дома, так и в мастерской. Дополнительную информацию о работе мастерской и о том, какая помощь нужна волонтёрам, можно получить по телефону 7 906 353 46 37. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.